привет всем вы на канале позитивный огород сегодняшнее видео будет посвящено зимовке эустомы на подоконнике многие уже посеяли эустому и она у них уже выросла довольно таки большая наша же эустома она зимует дома выкопали эти кустики которые сеяли весной этого года и они у нас вот так вот растут конечно верхние эти листочки не очень может быть опрятно выглядит но самое главное то что у нас от корня начали вот такие вот расти довольно таки пышные побеги вот здесь такой вот вырос и вот второй кустик эустомы в принципе она зелененькая и вот такие вот тоже здесь снизу начали расти молодые побеги довольно таких много вот и здесь с этой стороны тоже вот они растут именно отрастают от самого корня без всякой подсветки она у нас здесь растет то есть принципе можно низкорослую эустому выращивать и как комнатное растение это эустома она высокорослая а затем скорее всего мы попытаемся ее так сказать начеренковать то есть вот этот верхний весь стебелек его можно разделить на части и попытаться их укоренить а от корня уже ближе к марту к апрелю месяца должны отрастать вот такие вот пышные побеги и уст у нас в целом он восстановится главное чтобы она у нас так сказать дожила до марта месяца когда у нас будет активное солнце сейчас у нас конечно зима солнышко мало но в целом вот как можете заметить эустома довольно таки себя неплохо чувствует и в целом даже вот растет без всякой подсветки и без дополнительно какого-то освещения такая вот зеленая макушка пытались они даже зацветать но цветы все засыхали поэтому смело можно выкапывать эустому осенью невозможно вот так вот выращивать и в дальнейшем черенковать либо же вот можно также размножать наверное вот этими вот отростками которые у нас будут расти от корня эустомы поливаем ее по мере высыхания грунта а так в принципе какого-то особого ухода за ней и не осуществляется растет в общем сама по себе на подоконнике но всем тем кому данное видео было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь тем видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого самого наилучшего